Еще раз с праздником, еще раз с Рождеством нашего Господа Иисуса Христа. Мне немножко непривычно, потому что 25 числа я проповедовал во Львове, и там уже всех с Рождеством поздравлял. Но ничего страшного, лучше два Рождества, чем два праздника Октябрьской революции. Лучше пусть будут два Рождества, потому что в Рождество все меняется. Вы знаете, в Рождество все люди какие-то хорошие становятся. Замечали вы, да? Вот я смотрел вчера поздравления президента, такой хороший президент, семья такая хорошая, да? Когда доллар по 28 становится, они хороший президент. А вот на Рождество все хорошие. Да, все такие добрые, какие-то любящие, хорошие такие все. Потому что ангелы сказали, что когда Христос родился, слава Вышних Богу, на земле мир, а в человеках благоволение. Поэтому приход Иисуса на землю связан с чем-то хорошим. Слава Богу, что мы христиане. У нас есть надежда. У нас есть надежда жить лучше. У нас есть надежда быть здоровыми. У нас есть надежда видеть своих родственников счастливыми, спасенными, радостными. У нас есть надежда видеть свою семью спасенной. И это все через Иисуса Христа. Знаете, вот до Иисуса люди же тоже были верующие. Да, были язычники, которые поклонялись различным идолам, различным богам, сделанным своими руками. Но были люди, которые верили в истинного Бога. Это были евреи. И почему нам надо уважать евреев, любить евреев и благословлять евреев? Потому что евреи, они сохранили веру в настоящего Бога. Они ее сохранили через трудности, гонения, через пленение, через оккупацию. Они сохранили веру в настоящего живого Бога. И, знаете, вера в Бога была на земле. И вот когда Иисус пришел на землю, казалось бы, он должен был присоединиться к верующим людям. Он должен был присоединиться к тем, кто уже верит. Знаете, в Библии часто говорится об этих людях, их называют книжники и фарисеи. У нас это уже имя нарицательное, и мы как-то считаем, что это плохие люди были. Но, знаете, это были люди, которые читали Слово Божье и которые его соблюдали. Они постились два раза в неделю. Два раза в неделю они ничего не ели. Они отдавали десятину со всего. Они строго-строго-строго соблюдали все правила и традиции, которые были записаны на то время в Старом Завете, который и мы с вами читаем. Они не были суперплохие люди. Они не были грешные люди. Наоборот, они были чище, лучше, чем все на то время живущие на земле. И, знаете, и, наверное, в этом и была их проблема. Наверное, в этом и была их проблема. Что, будучи самыми чистыми, святыми, праведными, соблюдающими все традиции, вот они считали, что они какие-то особые люди. Что они какие-то, ну вот, отделенные от всех. Святые. А все остальные, это просто грешники. Просто бессовестные. Язычники. Всем остальным людям ничего хорошего от Бога быть не может. А может быть хорошо только тем, кто вот живет правильно, свято, чисто. И вот, знаете, Иисус пришел на землю. И он к этим людям не присоединился. Почему? Наоборот. У него с этими людьми начался конфликт. Начались проблемы. У него начались какие-то вещи. Они хотели его несколько раз даже убить. Они его со скалы хотели скинуть. Один раз они его хотели камнями помить. Они постоянно за ним ходили, подсматривали, подслушивали. И пытались найти у Иисуса что-то не то, что должно быть вообще у настоящего человека, чтущего Бога. Почему Христос, который пришел на эту землю, он не присоединился к этим людям? Почему он выбрал рыбаков, пастухов, простых, бедных людей и из них сделал себе учеников? Почему? Знаете, меня всегда этот вопрос волновал. И всегда этот вопрос мучил. Часто, когда люди даже в церкви становятся святыми, перестают пить, курить, гулять, воровать, трудно в нашей стране прекратить, но прекращают люди. Они начинают на других людей смотреть свысока, свысока, с высоты своей святости. Они себя от других людей отделяют. Они перестают думать о жизни, судьбе и о будущем вот этих грешных, плохих людей. Они думают только о том, как бы свою святость сохранить. Как бы самому правильно жить. Как бы самому правильно на небо попасть. Как бы соблюсти все, что Господь за победу дал. И чтоб, не дай Бог, не сделать что-то не так. Их не волнует жизнь других людей. Их волнует только ихняя жизнь. И знаете, вот это называется религия. И Иисус в религию не пришел. Амэн. Да. Знаете, кто-то сказал. Если бы Дух Святой ушел с земли, то многие церкви бы этого просто даже не заметили. Они бы продолжали проводить служение. Продолжали бы проповедовать. Они бы продолжали концерты делать. Они бы даже не заметили. Почему? Потому что Дух Святой дан. Не для того, чтобы мы все себя хорошо чувствовали. А Дух Святой дан, чтобы мы начали думать о других людях. Ты должен думать о других людях. Если ты хочешь, чтобы Дух Святой действовал в твоей жизни. Если ты будешь думать только о себе. Иисус туда не придет. Иисус пришел туда, где были проблемы. Где были грехи. Где были болезни. Где были пороки. Где были проклятия. Вот туда Иисус пришел. Туда Иисус пришел. Да. Иисус не пошел туда, где все были праведные. Все были чистые. Все были святые. Иисус пошел туда, где все были проклятые, грешные. Разрушенные. Из этих людей Он выбрал себе учеников. И Он сказал. Слава Вышнему Богу. На земле мир. А в человеках будет благоволение. Он хочет послужить людям. Аминь. Братья и сестры. Я верю, что все мы в 2017 году должны послужить людям. И не зря этот год мы обозначили как год служения. Я хочу делать все возможное в этом году, чтобы всех вас втянуть в служение. Чтобы вы максимально постарались сделать что-то не только для себя, а для других. Вы знаете, что кроме нас есть другие люди. Больные люди. Зависимые люди. Проклятые люди. Разрушенные люди. Люди, попавшие под колдовство. Люди, попавшие под влияние бесов каких-то. И мы с вами, братья и сестры, мы должны этим людям послужить в 2017 году. Знаете, я разговаривал там с некоторыми людьми. Мне говорят. Что ты ждешь от 2017 года? Что ты ждешь от 2017 года? Вы знаете, такие ассоциации разные в 2017 году. В 1517 Мартин Лютер начал реформацию. Слава Иисусу. А в 1917 Ленин начал революцию. Поэтому такие ассоциации разные. Думаешь, что будет в этом году? Реформация или революция? Не дай бог революция. Лучше реформация. Лучше пусть Р-500 будет, чем Р-100. Аминь. Я не знаю, что будет в следующем году. Путина очередной раз выбрали человеком, самым влиятельным человеком в мире. Человек самый влиятельный человек в мире. Страна наша воюет. А он самый влиятельный человек в мире. Что будет в следующем году? Не знаю, что будет в следующем году. Но я знаю, что мы должны делать в следующем году. Мы должны служить Богу. Потому что Бог избрал нас, спас нас, оправдал нас. Для того, чтобы мы делали то же самое, что делал Иисус Христос. Если ты откроешь Евангелие и будешь внимательно читать, что делал Иисус, ты это увидишь. Он везде ходил, проповедовал, исцелял, спасал и изгонял бесов. У него не было другой работы. Он не строил храмы. Наоборот, когда люди его завели, сказали, смотри, храм построили. Он сказал, ой, разрушится все. Камня на камне не останется. Да? Его не впечатляли храмы. Его не впечатляла политика. Когда там его пытались с Иродом свести, он говорит, знаете что? Он говорит, скажите этой лисице. Бесов не сгоняю я. Сегодня, завтра, на третий день закончу. Да? Он даже не пытался там подстраиваться под политику. Он не пытался подстраиваться под ситуацию. То, что он делал. Он служил простым людям. Я верю, что мы должны послужить простым людям. Может быть, ты себе уже послужил. Наступает время служить людям. И давайте мы откроем 15 главу Евангелия от Иоанна. 15 глава Евангелия от Иоанна. Эта глава говорит о том, что Иисус является виноградной лозой. Эта глава говорит о том, что Отец Иисуса Христа – виноградарь. Эта глава говорит о том, что все мы ветки на этой виноградной лозе. Аминь. И эта глава говорит о том, что мы, каждая ветвь должна принести определенный плод. Аминь. Итак, Библия говорит, Библия говорит, 8 стих. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Слава Богу. Слава Богу. Знаете, на земле мы должны прославить Бога. Бог не прославится от того, что есть какая-то маленькая группа святых людей, которые любят друг друга и любят Бога. Бог прославится, если мы принесем много плода. Бог прославится, если мы спасем других людей, изменим жизни других людей, изменим судьбы других людей. И Библия говорит, что вы не можете приносить плод самостоятельно. Вы можете приносить плод только в сотрудничестве с Иисусом Христом. В связи с Иисусом Христом. Потому что не я являюсь лозой, Иисус является лозой. А мы должны прилипиться к Иисусу, прилипиться всем сердцем, всей душой, всем своим разумением, прилипиться к Иисусу. Ни к церкви, ни к религии, ни к пастыру. Аминь. Не надо ко мне прилипаться, потому что я не знаю, что ты принесешь. Прилипись к Иисусу, и тогда ты принесешь плод. Аминь. Дальше в 15 главе написано, что очень хорошо, чтобы плод этот еще вдобавок и пребывал. Аминь. Не вы меня избрали. 16 стих. А я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. И плод ваш пребывал. Аминь. Братья и сестры. Бог нас избрал не для того, чтобы мы просто сидели друг друга развлекали. Не для того, чтобы нам было хорошо. Не для того, чтобы мы не были наркоманами. Бог вас избрал, теперь ты не наркоман. Слава Богу. Бог тебя избрал, теперь ты не алкоголик. Слава Богу. Бог тебя избрал, теперь ты не пьешь, не куришь. Слава Богу. Бог тебя избрал, теперь у тебя спина не болит. Слава Богу. Бог тебя избрал, чтобы ты шел и приносил плод. И чтобы этот плод, он пребывал. Вы понимаете, о чем речь? Мы с вами должны строить церковь, и не одну. Мы должны строить церкви. Мы должны строить десятки церквей, сотни церквей, тысячи церквей. Мы должны поднимать учеников один за другим, один за другим. Мы должны идти в другие страны, в другие народы, проповедовать Евангелие, строить церкви. И чтобы этот плод пребывал. Амин. Друзья, если нам кажется, что мы просто можем сидеть в церкви и от этого Бог прославится, Бог не прославится от того, что мы будем сидеть в церкви, Бог прославится от того, что мы будем служить Ему. Можно ли как-то служить Богу по-другому? Вы знаете, Богу можно по-разному служить. Когда кто-то играет, он служит Богу. Когда кто-то поет, он служит Богу. Кто-то барабанит, он служит Богу. Группа порядка служит Богу. Тот, кто на камеру снимает, служит Богу. Но в конце концов у нас у всех должна быть одна цель. Это спасать людей. И мы должны быть загружены этой одной целью. Почему? Потому что таким образом мы своей жизнью прославим Бога. Знаете, можно своей жизнью славить Бога, можно Бога бесславить. И, к сожалению, есть христиане, которые позорят Бога, но есть христиане, которые прославляют Бога. Как прославится Господь, если мы принесем много плода? Давайте мы откроем еще одно место из Писания. Это Евангелие от Матвея. Евангелие от Матвея. Здесь Иисус тоже говорит о плодах. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Матвей, 7 глава. Написано так. 15 стих. «Берегите лжи пророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре. А внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их». Как узнать человека? Как узнать человека? Как узнать истинность христианства? Действительно он христианин или нет? Как это узнать? Один человек говорил, говорит, «Мне не надо сверлить дерево, чтобы понять, груша это или яблоня. Мне надо просто дождаться, когда на этом дереве вырастет какой-то плод. И если на дереве выросла груша, то 100% это груша. Аминь. Если на дереве выросло яблоко, значит, это яблоня. Хотя, если там не был Мичурин. Потому что, если там был Мичурин, все может быть. И на яблоне могут вырасти груши. И ты скажешь, это одно. И вроде бы он там скрещивает, скрещивает, скрещивает. Но я вам скажу, когда писалось Евангелие, Мичурин еще не родился. Поэтому в то время вот этих скрещиваний не было. четко каждому дереву соответствовал его плод. Слушайте, ну вот согласитесь, но это не такая уж глубина, чтобы надо было вот теологический университет заканчивать, чтобы это понять. Это не такая глубина. Это простые вещи. Хочешь посмотреть и узнать, что за человек? Посмотри плоды его. Если он после себя оставляет разруху. Разруху. Всему свету должен. Того обидел, того кинул, того швырнул, с тем разорвал отношения, того обидел, того где-то побил, того унизил. И там куча, куча, куча проблем. После него остается, просто одни проблемы остаются. Не надо, не надо говорить, ой, ну он-то человек хороший. Просто вот так вот у него в жизни получается. Он-то хороший человек. Просто получается вот так вот у него в жизни. Он хотел как лучше. Получилось у него всегда, как обычно получается. Иисус говорит, вы смотрите на них и не смотрите на них, а смотрите, что после них. если после человека хорошее что-то, значит и человек хороший. Если после человека зло остается, зло остается, значит и человек такой. Не, ну он хороший, просто вот так у него получается. Да не бывает такого. Не бывает такого. Это Иисус учил. Знаете, если ты хороший христианин, то после тебя должны оставаться домашние группы. Амэн. После тебя должны оставаться ученики. Вы слышите меня или нет? Ученики. Ученики, да? То есть ты служишь Богу и уже не, как я приехал в какую-то церковь, еще не зашел. Где-то там под этим, под Киевом. Еще не зашел на служение. Слышу, Виталик поет. Думаю, не может быть, я его с собой не брал. Может завтра возьму. Думаю, почему поет Виталик? Так, поймите, когда ты служишь, ты должен после себя оставлять плод. Плод – это когда кто-то поет, как ты. Аминь. Вот это плод. А ты говоришь, а я такой эксклюзив, что после меня ничего не остается, только руины, только взрывы после меня. После меня хоть трава не расти. После меня одна разруха. Я просто такой эксклюзивный человек. Особый, не такой, как все. После Иисуса осталось двенадцать кого? После Иисуса осталось кто? Двенадцать учеников. Не двенадцать человек, кому Иисус был должен бабки. Которых он кинул на квартиры и говорит, ну все, братаны, я вознесся. А вы там с ипотекой разбирайтесь. У тещи, у Петра опять горячка. И Иоанн опять разделся, побежал куда-то. А Иаков призывал огонь на приватбанк. Ну, короче. Поймите, друзья. Иисус оставил после себя людей, которые были как Он. Я хочу оставить после себя тех, кто бы служил, как я. Знаете, почему трудно бывает найти человека, чтобы поставить его пастырем, лидером каким-то? Потому что никто не хочет учиться. Все хотят придумывать что-нибудь свое. Какое-то свое кино. Если бы, если бы я смог воспитать сотни людей, как я, то не надо было бы на видео выступать. Да? Тут просто кто-то другой бы стоял, как я, и все. Иисус вознесся. На небо пошел. А вместо него Петр стал. Иаков стал. И написано, они смотрели на них, на этих людей смотрели. Диплом есть? Нету. Примечали, что люди не книжные, но глядя на них, узнавали, что они были с Иисусом. Аминь. Как люди могут узнать, что ты был с Иисусом? Если ты делаешь дела Иисуса, значит, ты был с Иисусом. Если ты не делаешь дела Иисуса, не надо называть себя христианином. Не надо называть себя учеником. Тебе надо делать дела Иисуса Христа. Тебе надо притулиться к этой ветке. Пойми, не обязательно быть пастырем или лидером, чтобы возложить руку на больного и помолиться. Не обязательно быть каким-то суперпомазанником, чтобы сказать дьяволу, дьявол, вон! Библия говорит, что все уверовавшие будут это в своей жизни видеть. Поймите, мы не можем прославить Бога, не принося плода. Мы не можем прославить Иисуса, не принося плода. Какой плод в твоей жизни? Что после тебя осталось? Что ты дал кому-то? Что ты принес кому-то в чью-то жизнь? Иисус говорит, дерево узнается по плодам. Да, там написано, что некоторые люди придут и скажут, мы там беса твоим именем изгоняли, мы там еще что-то делали твоим именем. Иисус скажет, я вас не знал. Со временем мы понимаем, что у людей либо есть плод, либо нету плода. Проходит время. Некоторые люди нужно, чтобы годы прошли, чтобы понять вообще, какой они плод приносят. Но в любом случае, мы должны стремиться к тому, чтобы принести плод. И Библия говорит, всякую ветвь, которую приносит плод, Господь ее очищает. Знаете, если я хочу, чтобы в моей жизни что-то происходило от Бога, если я стремлюсь к тому, чтобы в моей жизни что-то от Господа происходило, мне придется очищаться. Мне придется прощать, любить, благословлять. Мне придется снисходить. Мне придется мириться с людьми. Мириться, мириться. Скажи себе, мириться. Братья и сестры, нам мириться иногда приходится. Да. А знаете, почему нам надо мириться? Неверующим людям можно не мириться. Им там в аду общаться не придется. А нам на небе придется общаться. Прикинь, как ты будешь общаться на небе, если ты тут не можешь общаться? Ты придешь на небо. Скажите, пожалуйста, мне отдельный этот кабинет. Они сказали, у нас отдельный кабинет, только в аду. На небесах у нас общий кабинет для всех. Поэтому давай мириться. Мирись, мирись и больше не дерись. Плоды. Какие плоды? Что мы можем принести? Знаете, когда... Давайте мы откроем еще свои Библии, посмотрим Матвея 11 главу. Матвея 11 главу. Откроем Матвея 11 главу. И посмотрим второй стих. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? И сказал им Иисус в ответ, пойдите, скажите Иоанну, что слышите и что видите. Слепые прозревают, хремые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскрешают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне. Знаете, Иисус, Иисус Христос начал свое служение. И когда Иисус начал свое служение, Иоанн Креститель, он свою миссию практически уже выполнил. Потому что Иоанн был предтеча. И он закончил свое служение. Иисус сказал, что Иоанн Креститель был самый великий человек во все времена на этой земле. Он закончил свое служение. И закончилось служение в тюрьме. Его арестовали. Он закончил служение в тюрьме. Знаете, служить Богу, это не всегда будет усеяна розами, эта дорога. Не всегда цветами будет все усеяна. Служить Богу, это не всегда все хорошо. В служении Богу должны быть трудности. Должны быть скорби. Должны быть страдания. Когда Иисус родился, Он знал, что его распнут. Он знал, что в его жизни будет проблема. Ты христианин? Будет проблема. Будет. Написано, что будут проблемы. И вот Иоанна арестовали. Он сидит в тюрьме. Закрытый. К нему ученики пришли, ему тормозок принесли, передачку. Нет, сигарет не носили. Чай. Только чай. Только чай принесли. И Он говорит ученикам, говорит, слушайте, там вот Иисус служит, продолжает ходить служить? Да, продолжает служить. Ходит служит? Да, да, служит. А это? Пойдите к Нему, спросите. Это вообще Он Мессия или не Он? И вот знаете, когда они пришли к Иисусу, Он не сказал, ребята, Библию читать надо. Все указывает на то, что это Я. Поэтому, сейчас вы пойдете в библейскую школу, отучитесь 11 лет, и поймете, что Я Христос. Он так не сказал. Он так не сказал. Он не пытался им философски убеждать. Аминь. Что правильно или что неправильно. Что от Бога, или что не от Бога. Знаете, очень часто люди разводятся на философии. Один человек мне говорит, говорит, я бунтую против тебя, пастор. Я говорю, чего? Написано, надо говорить, аминь. А ты говоришь, аминь. Я говорю, подожди, в смысле? Он говорит, ну как в смысле? Вот открой Библию, почитай. Везде написано, аминь. А ты Писание нарушаешь. Говоришь, аминь. Я вообще всегда говорю по-разному, ну, чтобы для разных людей. Я половину говорю аминь, половину говорю аминь специально. Знаете, можно сегодня философствовать. Это правильно или это неправильно? Это хорошо или это нехорошо? Когда Самуил пришел к народу, он не сказал, я пророк. Он сказал, ребята, есть кто-то, у кого я взял бабки и не отдал? Нету. Ну, значит, все нормально. Я пророк. Да. Я святой человек. Есть кто-то, кого я обидел? Нет? Нету. Зачем я святой человек? Вы прочитайте пророчество, порассуждайте, углубитесь, поразмыслите и потом поймете, может быть, нет. Иисус сказал, знаешь, чтобы понять, я Христос или нет, посмотрите на те дела, которые я делаю. Чтобы понять вообще в правильной церкви и стоит ли на нее обижаться или нет. Да. Понимаете, друзья? если она неправильная, так давно надо было обидеться. А если правильно все, правильно все, люди спасаются, исцеляются, освобождаются, очищаются, благоуенствуют, не обижайся. не надо обижаться здесь. Здесь не надо обижаться. Иисус говорит, вот это видите ли в моей жизни? Вижу, это доказательство, что я тот. не надо философствовать. Не, ну мы, знаете, мы вот слушали проповедь Иисуса и даже некоторые моменты такие уловили. Вот он там даже какой-то грубоватый был. Такой грубоватый Иисус был. Вот. А один говорит, а я даже, знаешь, вот я вам скажу так, я бы тоже Иисусу верил бы, но я снял на телефон, как он этих бичом гасил всех. Вот. Я даже в Ютуб выложил это все. Есть такой кадр в Ютубе, как Иисус берет бичи, всех из храма выгоняет, 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 выгоняет. Че ты? Как ты себя Господь ведешь? Ты же... Он, поймите, в поведении могут быть разные вещи. Но в плодах, в плодах должно быть доказательство. В плодах должно быть доказательство. Сколько людей, которые стали пасторами, или их поставили, лидерами, их поставили, но они думают только о себе. Они заботятся только о себе. Они молятся только о себе. Даже, когда они говорят, Господь, я хочу, чтобы церковь росла, они думают не про церковь. Они думают о том, чтобы ему хорошо выглядеть. Выйдут толпа, я на этом фоне. Вот почему все методы хороши бывают. Мы благословляем пасторов, лидеров. Давайте, идите, служите, действуйте, действуйте. Но пойми, ты должен быть настоящим христианином, за тобой должен идти плод. Не просто какие-то понты. Плод должен идти. Плод. Плод. У нас много репцентров. Где-то они хорошие, где-то они разные, где-то они всякие. Да? Меня когда спрашивают, я говорю, знаете, ребята, у меня никогда не было репцентров. Никогда. Но зато у меня была куча людей, которые освободились от наркотиков. Понимаешь, вопрос же не в том, что ты делаешь. Вопрос, как ты с Иисусом. Если ты с Иисусом нормально, у тебя будут плоды. У тебя будут результаты. Ветвь не может сама приносить плод. Ты не можешь сам. Знаете, когда ты думаешь только про себя, только про себя, никогда в жизни ты сам не принесешь плод. Церковь – это тело Иисуса Христа, ценность тела, когда оно вместе. Ты говоришь, ну у меня такая хорошая нога в холодильнике лежит. Понимаешь, когда нога уже в холодильнике, она уже не имеет смысла. Покоцанная, больная, в дырках вся, но лучше, чтобы она была на теле. Пока она на теле, ней можно ходить. Как только она вне тела, уже ты в ней не походишь. Да? Не может приносить сама ветвь. Ветвь приносит, когда она на лозе плод. И мы, мы хотим, чтобы в этом году все принесли плод. Ты должен привести людей ко спасению. Через тебя должны люди меняться, исцеляться, освобождаться. Жизни должны меняться. Знаете, когда мы говорим, вот сидят молодежь, разговаривают в это время, разговаривают, 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 разговаривают все слушания, да? Им все равно вообще, о чем я говорю. Это неправильно. Вы можете превратиться в ДВР. Знаете, что такое ДВР, да? Дети верующих родителей. Это родители знали Иисуса, а дети так с ними не познакомили. Их заставили тут сидеть. Они посидели здесь и потом посмотрели в мир и сказали, курить хочется, потому что все курят. Пиво пить хочется, все пьют, пиво пьют. Хочется поблудить, потому что все блудят. А вас в мире не примут. Да. Вас не примут, потому что у вас штампики стоят. Да. У вас, у вас не будет там жизнь. Поэтому лучше жить для Бога. Лучше жить с Богом. Лучше прилепиться к этой лозе и приносить плод. И приносить плод. Знаете, когда мы видим, что открываются новые церкви, люди спасаются, люди меняются, люди свидетельствуют. Каждый раз люди свидетельствуют. О чем это говорит? О том, что мы держимся на Иисусе Христе. Церковь не держится на отношениях. Алло, вы здесь или нет? Нет, ну как, у нас церковь держится, потому что мы вместе ездим на шашлыки и мы кушаем шашлыки вместе и мы так любим друг друга. Мы вот собираемся, жарим шашлык, кушаем шашлык и нам так хорошо. Слушайте, вы церковь, шашлычная церковь. Церковь шашлык. Это неправильная церковь. Церковь не на этом должна держаться. Алло, вы слышите меня? Нет, ну мы здесь, вот мы всей церковью, мы всей церковью в Арифлейме работаем. Мы вот, мы тут, вот нас это объединяет вместе, да? Церковь не должна держаться на Арифлейме. Церковь не должна держаться на каких-то взаимовыгодных контрактов. Церковь должна держаться на Иисусе, которого, когда спросили, ты ли тот, он говорит, я исцеляю, спасаю, меняю, изгоняю дьявола, очищаю прокаженных. Аминь. Вот на чем моя вера держится. Когда он пришел в храм, он всех выгнал. Кого выгнал? Тем, которым вместе было хорошо. Это была церковь, шашлык. Они собирались там в храме, меняли деньги друг у друга, там, опа, у них общий какой-то бизнес был, там, баранчика купить не хотите. Иисус зашел, всех выгнал и говорит, мне, пожалуйста, сюда, в храм. Кого? Кого в храм? Кого в храм? Приведите мне. Кого? Приведите мне богатых? Приведите мне знатных? Приведите мне крутых каких-то? Приведите мне косых, храмых? Прокаженных приведите мне. Больных приведите мне сюда. Вот кто мне нужен в этом храме. Зачем? Я исцелю их. Я изгоню бесов из них. Я разрушу проклятия на их жизни. Я освобожу их от зависимости. Вот кто нужен был Иисусу. А вы говорите, на YouTube сняли. Сняли. Сняли Иисуса, как он выгонял бичом. Конечно. Конечно. Пойми, церковь не для того, чтобы мы приспособились и себя хорошо здесь чувствовали. Церковь для того, чтобы мы служили. Иисус не пошел к фарисеям. Знаете, если бы церковь была для того, чтобы люди себя хорошо чувствовали, Иисус бы пришел к фарисеям. Они бы его выбрали первосвященников и следуя Писание, что это Он. Потому что все Писания говорили о Нем. Они бы его сделали первосвященником, и Он бы там рулил, и была бы сильная каста святых людей, отделенных от всего мира. Но Иисус сказал, я не пришел для этого. Я пришел для того, чтобы спасти этих больных, грешных, проклятых людей. Аминь. И таких людей на земле множество. Знаете, нам иногда надо ходить по больницам, чтобы ты понимал, как живут люди. Просто зайти и посмотреть. Когда ты видишь этих людей, умирающих от рака, ты замолишься, аминь. И скажешь, Бог, сделай чудо. Уничтожь этот рак. Нам иногда надо ходить на притоны. Да? Я на притоны, что я туда пойду, я не пойду туда. На притоны туда я не пойду. Иисус ходил на притоны. Да. Иисус ходил по разным местам. Иисус зашел в дом Симона какого? Прокаженного. Знаете, кто такой прокаженный человек? Прокаженный человек это человек, которому нельзя руку давать. Почему? Потому что ты можешь заразиться даже от прикосновения. Вот что такое проказа. Он заходил туда. И он проповедовал там. Он молился там. Вот почему Иисус, он не пошел к фарисеям. Я знаю, что некоторые сидящие здесь, если бы у них был выбор, они пошли к фарисеям. Потому что там уютней. Там взаимовыручка, взаимопомощь, там любовь. Но когда люди пошли за Иисусом, откройте Библию, прочитайте. Он собрал учеников и пошел в каждый из этих городов, в которых эти ученики родились. Аминь. И в каждом из этих городов он проповедовал Слово Божие. И в каждом из этих городов он молился за людей. Друзья, Библия говорит, чтобы мы шли и приносили плод. Мы не принесем плод сидя. Мы не принесем плод просто, когда мы ездим на шашлыки. Мы принесем плод, когда мы идем. И церковь, она создана для служения. Иисус, голова, а церковь, это тело. И голова, любая голова, любая голова хочет, чтобы тело было здоровым. Когда ты утром просыпаешься, глаза открываешь, ты хочешь, чтобы твое тело было здоровым. Ты хочешь, чтобы оно тебе было послушно. Да. Знаете, я когда служил в армии, в армии запрещено днем спать. Это же не детский садик. Что там днем спать? Там нельзя спать днем. Поэтому ты, просыпаешься в 6 утра, первое, что ты должен сделать, заправить кровать. Кровать такая, синее одеяло, всегда синее. Во все времена синее. Не знаю почему, почему-то синее всегда. Есть две такие палочки для того, чтобы набить бортики на кровать. Потому что она должна быть заправлена. Я это сделаю. Я когда-то открою христианскую армию. Надо многих туда отправить, чтобы они там служили. Да, Славик? И вот бортики такие сделаешь, заправишь, подушечку положишь, все должно быть четенько, красивенько, все хорошо. И, короче говоря, все ушли, ты остался в роте, никого нет. И ты думаешь, надо лечь на кровать. Но нельзя ложиться на кровать, раздеваться и ложиться. Поэтому я всегда ложился вот так на бок, ляжу. И лежу. И знаешь, когда ты лежишь, эти железяки тебе ноги передавливают. Передавливают ноги вот так, железяки. Ты спишь там час, они тебе раз ноги передавили. И вдруг заходит прапорщик, у нас был прапорщик Семенов, такой с бородой был дядька. И он заходил, что-то кричит, прапорщик! И я вот так вскакиваю с кровати. И падаю. И думаю, что я упал? Голова мне не говорит, чтобы я падал. Голова мне говорит, чтобы я стоял. Но я передавил себе здесь жилы. Понимаешь? Когда твое тело тебя не слушается, это страшно. Да? Вот некоторые мне люди рассказывают сны свои. Говорит, сниться мне сон. Какой-то дьявол на меня напал. А я хочу крикнуть, Иисус! Что так? Многие подал дьяволы? Все так одобрительно все кивают. И оно не повинуется. Я хочу сказать, Иисус! Оно не говорится. Все. И ты чувствуешь, что ты себе не почидаешь. Или как во сне. Знаете, ты бежишь куда-то, да? А не бежишь никуда. Да. Это страшно так. Потому что, когда тебе твое тело не подчиняется, вот знаете, когда Иисус сидит на небе, прежде всего, Он хочет, чтобы церковь, Его тело, оно Ему подчинялось. И когда Он кого-то посылает, проповедовать, шли, возлагать руки, возлагали, увещевать, увещевали, молиться за кого-то, молились, вот что такое тело. Ты говоришь, ну, у меня свои планы на жизнь. У меня свои планы на жизнь. Мои планы на жизнь с Иисусом Христом не связаны. Если твои планы на жизнь с Иисусом Христом не связаны, ты никогда не принесешь плода. Мои планы на жизнь Связаны с Иисусом Христом Я хочу, чтобы Моя ветвь Пребывала на лозе То есть на Иисусе Христе Только если ты пребываешь на Иисусе Христе Ты можешь принести плод Знаете, как я сегодня слушал Какую-то проповедь Мадабукина, по-моему Или чью-то, не знаю И Он говорит Говорит, есть вещи, которых тебя Бог не спросит Бог тебя не спросит, на какой ты машине ездил Он спросит, кого ты на этой машине подвозил Бог тебя не спросит Сколько у тебя денег было Он тебя спросит, сколько ты их отдал Бог тебя не спросит, в каком доме ты жил Бог тебя спросит, кого ты туда пускал Да Да Знаете, есть вещи О которых Бог нам Бога вообще не интересует В какой-то одежде ходишь Ты пришел Ой, я сегодня в новой одежде Слава Богу Сегодня у меня новый костюм Какое-то новое Что-то там Все Бога это вообще не интересует А вот если ты отдал одежду кому-то Это запишется Амэн Это запишется Это зафиксируется Вот этот вот этот человек Человеку, которому было холодно Отдал свою дубленку О, это тебе запишется Бог это учтет И Бог тебя за это благословит Аминь Бог тебя за это благословит Дорогие мои Мне очень хочется, чтобы мы с вами В следующем году принесли плод Что такое плод? Знаете, для меня Когда мы собрались на стадионе 20 тысяч людей Наших людей Новопоколенческих Это наш плод Это наш с вами плод Мы работали Мы проповедовали Мы молились Мы тащили этих наркоманов На реабилитацию Мы молились за больных Мы изгоняли бесов Мы проводили тинкаутры Мы в конце концов Делали какие-то новые Песни изучали Музыку новую писали Мы делали, 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 делали Делали, делали И мы имеем плод Что такое плод? Плод это то, что Происходит в жизни людей Аминь Происходит Это то, как люди спасаются То, как их жизни меняются Судьбы меняются Всех ли можно изменить Не знаю Не знаю Не уверен Но То, что можно сделать больше Это сто процентов Сто процентов Сто процентов Для того, чтобы сделать больше Надо просто Больше прилепиться Кому? К Иисусу Давайте скажем Иисус Я хочу к Тебе больше Прилепиться Потому что плод идет От Тебя Не от меня идет плод От Тебя Иисус От Тебя От Тебя идет плод Я хочу быть на лозе Я хочу прилипнуть К Иисусу Я хочу прилипаться к Нему Своей молитвой Своим постом Я хочу прилипаться к Нему Своей жертвой Я хочу прилипаться к Нему Своим служением Я хочу прилипаться к Нему Своим видением Иисус Я хочу быть на лозе На лозе Я знаю, что мой отец Это виноградарь А Иисус Это лоза Из которой приходит сила Энергия Знаете Лоза тянет Соки Из земли Она их перерабатывает И она их отдает ветви У Иисуса есть что-то Что Он может тебе дать Знаете, почему люди не молятся? Почему люди не ищут Бога? Потому что они не понимают Что Иисус что-то может тебе дать Иисус может дать тебе эти соки Аминь Иисус может дать тебе эту энергию Давайте скажем энергию Силу 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 Иисус может дать тебе силу Библия говорит Что Бог дает силу Приобретать даже богатство Даже богатство Но это сила в лозе Она не в нас Она не в нас Знаете, мы Мы часто подменяем понятия И мешаем Психологию с христианством Мешаем психологию с христианством Нам нельзя мешать Психологию с христианством Когда Эти психологи Учителя говорят Вот В каждом человеке Есть какой-то дар Самое главное в жизни Это свой талант Свой дар Раскрыть Знаете, нам не надо мешать Нам не надо это мешать Потому что можно раскрыть Дар наркодилера Или дар профессиональной проститутки Да Да, есть такие Знаменитая Говорит, это знаменитая проститутка 45 лет в профессии Профессионал Раскрыл свой талант Получил откровение О себе Не Настоящий плод приносится Только на лозе На Иисусе На Иисусе На Иисусе Иисус дает сил Иисус дает способности Нам нужно прилепиться К Иисусу Христу Потому что Иисус Через тебя Хочет делать свою работу Он тебя видит В своих планах Я говорю Он тебя видит В своих планах У Него нет других людей Да он и не ищет Других людей Да Он и не ищет Других людей Он не выбрал Петра Иакова И Иоанна Там 12 послал А потом говорит Ну все, пацаны Я уже крутой Идите гуляйте Я сейчас других Кого-нибудь выберу Нет Он вот этих выбрал Рыбаков Вот этих Пастухов И он Работал с ними Аминь И когда люди Смотрели на них И говорили В них ничего особенного Нету Люди не книжные Люди не умные Вообще Ну в переводе С греческого Не умные люди Не особо там Не блещут Какими-то мозгами Но видят Что главная их задача Они С Иисусом Они с Иисусом Люди не книжные Но с Иисуса Знаете как Однажды доктор Инохичо Рассказывал о себе Он говорит Я проповедовал Евангелие И говорит У нашей церкви Уже было 3000 человек И в то время Очень многие люди Начали Увлекаться Психологией Он говорит Я начал проповедовать Психологические проповеди Читал Книжки Психологические И проповедовал Читал И проповедовал И говорит Многие молодые люди Они приходили И просто говорили Ой Такая Мудрость Такая Глубина Такая Вообще У тебя там Это все Говорит А теща моя Знаете У нее теща была Молитвенница Она Постоянно молилась Там часами Постилась По 40 дней Она вот эту гору Молитвенную Организовала Она все время Молилась Молилась Говорит Моя теща Была на меня злая И она говорила И он Я не проповедую Психологию Проповедую Евангелие А я ей говорил Ой Не знаю Как он там На корейском Говорил Но На украинском Я бы сказал Слушайте Вот Что вы понимаете Вообще Все Что вы понимаете Уже Старуха Из Риги Все Молчите И она говорит Она Она возмущалась И молилась Говорит Однажды Я Говорит Такую Классную Глубокую Проповедь Психологическую Сказал Такую Психологическую Глубокую И говорит После проповеди Ко мне зашли люди И я думаю Ну как обычно Знаете Постаранишь С комплексами Люди Все Им же всем Хочется Чтобы им Сказали Хорошая Была проповедь Знаете Как женщина Говорит Хочет услышать Что муж Ее любит Вот так Пастор хочет услышать Хорошая Была проповедь И он Думает Сейчас зайду Сейчас что-то скажут Говорит О Хорошая Проповедь Была Все Говорит Заходит Мужчина Какой-то Пожилой Жена Его Трансцентальная Экзистенция Трансцентальная Говорит Я посвятил Этому Всю свою Жизнь И все Что вы Сказали Это вообще Все Неправильно Вы Говорит Ошиблись Во всем В чем Можно Ошибиться Поэтому Молодой Человек Мой Вам Совет Никогда Больше Не проповедуйте Трансцентальную Экзистенцию Проповедуйте Евангелие Знаете Вот Я люблю Слушать Проповеди Юнгичу У меня их Не так много Но я их Люблю Слушать Это Самые Примитивные Проповеди Из всех Которых Я когда-нибудь Слушал Самые Примитивные Но Вот Это 35-минутное Примитивное Проповедь Она Поменяла Миллионы Людей По всему Лицу Земли Миллионы Людей Почему Потому что Человек Делал Упор Не на Трансцентальную Экзистенцию Он Делал Упор На то Чтобы Быть С Иисусом Когда мы Попросились С Антоном К нему На встречу Он Он Нам Назначил Встречу В Семь В Восемь Утра Восемь Утра Многие Христиане В восемь Утра Еще Спят Да Спят Спят Многие Христиане Он Назначил Ты я говорю, прилепись к Иисусу. Мы не принесем плод через деньги. А мы... Знаете, я когда-то думал, думаю, ой, если бы у меня было много денег, я бы нанял бы, платил бы всем бешеные зарплаты и заставил бы всех работать на Царство Божие. Но Царство Божие не строится деньгами. Да? Царство Божие, оно строится Духом Святым. И плод, плод мы приносим не от того, что... Знаете, деньги не строят Царство Божие. Я когда-то был в Америке, такая была церковь, называлась Хрустальный Храм. Здание полностью из стекла. Хрустальное здание. Где-то на 5-6 тысяч мест зал. Вот так заходишь по центру, река течет. Везде статуи. Бронза. Дева Мария с Иисусом. У нас он на картинке. За 3 рубля. А там Дева Мария из серебра. И лицо Иисуса, такое маленькое лицо Иисуса, она держит на руках Иисуса, и у нее такое лицо начищенное серебром. И они говорят, когда ты подходишь к Иисусу, ты смотришь и видишь там себя. Такое озеро. И статуя Иисуса, он идет по озеру. Весь двор церкви выложен такими плитами, и каждая плита, там место Писания и фамилия человека, который эту плиту купил. Молитвенная башня, в которой 12 столбов. Они из разного цвета мрамора. Зеленый, розовый, красный, бордовый, черный. Вообще. Вот так ходишь. Сейчас Макаренко приехал, тоже был там. Я говорю, как там дела? Он говорит, купили у них католики. Католики выкупили здание. И все. Там была помазанная церковь. Был такой проповедник, Роберт Шулер. Я когда был там на экскурсии, мне говорят, здесь все были звезды в этой церкви. Тут Горбачев был, выступал. Все звезды были мировые. Все боксеры самые крутые. Все эти звезды шоу-бизнеса. Он всех приглашал и всем давал какое-то несколько минут слова. Это была самая популярная церковь. Вы знаете, друзья, то, что построено на здании, оно долго стоять не будет. То, что построено на отношениях, долго стоять не будет. То, что построено на каких-то финансовых вещах, оно долго стоять не будет. только то, что построено на Иисусе Христе. На Иисусе Христе. Написано, ветвь сама не может приносить плод. Ну не может. Не может. Хочет, может быть. Но не может. только если ветвь находится на лозе. Я бы очень хотел, чтобы мы молились. И чтобы никто из нас в этом году не был отсечен. Чтобы ты остался на лозе. А если ты чувствуешь, что там уже что-то надломалось. Что-то надломалось уже. Пусть Бог тебя благословит. Чтобы ты привился к лозе. Аминь. Привился. Аминь.